Основной путь повышения роли некоммерческого сектора в экономике страны, а также его устойчивости, это выход некоммерческих организаций на рынок социальных услуг. За последние годы сделано очень много для того, чтобы этот выход для НКО обеспечить. И сделано это не зря, потому что уже сегодня есть множество некоммерческих организаций, которые оказывают нашим гражданам очень востребованные и качественные услуги в самых разных отраслях социальной сферы, будь то социальная защита населения, образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм и другие области. Но, к сожалению, несмотря на то, что большое количество законов и нормативных актов было принято, выход НКО на этот рынок не является простым и гладким. Конечно, ожидать, что это случится в одночасье, наверное, неправильно. Но снимать барьеры, которые мы видим, тоже необходимо. А барьеры следующие. Это прежде всего низкие тарифы, которые предлагают НКО для оказания их услуг. Кроме того, это проблема с получением ими средств за оказанные услуги. Потому что сегодня они их получают только как возмещение за уже проделанную работу. При этом где-то надо найти средства изначально, чтобы эти услуги оказать, а доступ к льготным кредитам и НКО сегодня отсутствует. Хотя, например, у малого бизнеса такие возможности есть. Поэтому мы и предлагаем уравнять НКО и малый бизнес. Вот хотя бы в этом качестве. Кроме того, у нас появился новый статус для НКО – исполнителя общественно-полезных услуг. И сегодня более 40 организаций этот статус уже получили. Но что им пришлось претерпеть для того, чтобы это сделать – это отдельная история. Очень много также сложностей и барьеров в получении этого статуса. Для НКО сегодня он не несет определенной страховки и уверенности в том, что они получат какие-то дополнительные возможности и преимущества. Это лишь знак качества. Но даже этот знак качества получить очень сложно. И здесь тоже еще предстоит работать над снятием барьеров, административных барьеров и работать с органами власти, которые не очень охотно выдают НКО заключение о качестве оказываемых им услуг. Ну и еще одно – это информирование граждан о том, какие услуги НКО оказывают и как они могут быть для них полезны. А многие наши граждане просто не знают об этом. Для того, чтобы их проинформировать, очень важно, в частности, развивать инструмент социальной рекламы. И для этого Общественная палата России создала Координационный совет по социальной рекламе и социальным коммуникация, который будет налаживать взаимодействие между НКО и средствами массовой информации и содействовать тому, чтобы услуги по размещению социальной рекламы стали для НКО более доступны. А закон о социальной рекламе выполнялся.